В 19 веке наш край называли Диким Полем и Недаром. Здесь была пустая, но плодородная земля, на что и обратил внимание Михаил Воронцов. Он пригласил иностранцев. Те стали строить новые поселения и занялись сельским хозяйством. Хороший администратор и хозяйственник – так о нем отзывали современники. Воронцова направили на юг развивать разоренную после ухода турок землю. В 1823-м он становится генерал-губернатором Новороссии и Бессарабии. В нее тогда входили и наши бендеры. Первое, на что обращает внимание Воронцов – экономика. Он считал, только труд селян может сделать край плодородным. Разработал программу переселения, пригласил иностранных колонистов, выделил им льготы и пособия на развитие хозяйства. От приезжих не было отбоя. Князь активно выступал за отмену крепостного права. Именно здесь он смог воплотить свои идеи. Бессарабия в начале 19 века считалась таким эдемом для русских крестьян. Дело в том, что Воронцов был одним из тех, кто категорически выступал против просьбы молдавских бояр превратить местных крестьян в крепостных. В отчине Воронцова существовало негласное правило. Все крепостные крестьяне, которым удавалось уйти от помещиков, создать здесь хозяйство и завести семью, объявлялись вольными. А чтобы не возникало никаких претензий, им давали новые имена. Точнее, присваивали старые, от умерших крестьян. И никого не смущало, что молодому человеку 25 лет по паспорту могло быть около сотни. Об этом во время Южной ссылки узнал Александр Пушкин и рассказал Гоголю. Затем эта история стала известна на весь мир под названием «Мертвые души». Известный случай произошел с поэтом и писателем Александром Сергеевичем Пушкиным, который, посещая дом жандарма Бендер, встретился с казаком Искрой, который по документам и по его словам был в возрасте 135 лет. Это во время поисков могилы Ивана Мазепы и остатков лагеря Карла XII. Кстати, о Пушкине. Отношения с Воронцовым у них не задались. Губернатор видел в ссыльном поэте только чиновника. Давал различные поручения, которые казались Пушкину оскорбительными. Полу-милорд, полу-купец, полу-мудрец, полу-невежда, полу-подлец, но есть надежда, что будет полным, наконец. Плюс в дело косвенно вмешалась жена Воронцова. Закрутила роман с поэтом. Не обошлось и без подстрекателя, личного адъютанта Михаила Воронцова. Он, скажем так, спровоцировал конфликт между Пушкиным и Воронцовым. Он как бы создал ситуацию, при которой сложилось мнение, что Пушкин ухаживает за супругой Воронцова. И Михаил Семенович после этого скандала принял решение выслать Пушкина еще дальше, уже в Кишинев. О чем и просил своего подчиненного, генерала Индзова, принять поэта у себя. Кроме экономики, Воронцов развивал образование и культуру. Строил школы и ремесленные училища. Поддерживал творческих личностей. Грибоедов писал в своих воспоминаниях о Воронцове. Лучшего помощника в своей жизни я не видел. В 1828-м Воронцов прибывает в Бендерскую крепость, сопровождает Николая I. Тогда же граф замыслил грандиозный проект – протянуть железнодорожную ветку Паркана и Одесса. Но помешала Крымская война. Спустя годы к идее вернулись. Также дестанции Тирасполя-Бендеры вошли в состав юго-западной железной дороги Российской империи. Вот так из разоренного края Воронцов сделал процветающее место с широкими полями и виноградниками, новыми селами и предприятиями. Граф вошел в историю нашу. В ноябре 2021-го его бюст установили в пантеоне русской славы в Бендерской крепости. Светлейший князь, генерал-губернатор, фельдмаршал, по праву занял место в одном ряду Суворовым и Кутузовым.